Коллектив предприятия очень взволнован событиями, которые появились в средствах массовой информации и в сети интернет. Осложняется ситуация тем, что официально эти данные никак не подтверждаются, но, поверьте мне, ждать времени нет. Интернет пестрит заявлениями о том, что уже готово решение о переводе государственного предприятия «Артем Соль» из подчинения Министерства агрополитики, в котором мы состояли десятки лет и устраивали по всем параметрам и показателям, в Министерство инфраструктуры. И вот отсутствие официальной информации от официальных источников, от лиц, облеченных властью, и заставляет меня, как представителя многотысячного коллектива, выступить сейчас перед вами. Нам необходимо, чтобы нам разъяснили, почему и как так получается, что нас переподчиняют другому министерству, зачем это делается и что в итоге, какую цель это переподчинение преследует. Коллектив провел накануне предупредительную акцию, потому что каждый из них понимает, что любой перевод, любое переподчинение, особенно в последнее время, не приносит положительных результатов. Как правило, у многих закрадывается мысль, что готовится приватизация стопроцентного государственного предприятия. Возможно. Возможно готовится смена руководства, которое за последнее время сменилось уже три раза. И на посту генерального директора, последним назначением министра агрополитики оказался человек, который 38 лет уже отработал на нашем предприятии. Коллектив предприятия выразил ему прямое доверие, делегировав ему свое будущее. Его видение развития предприятия полностью совпало с видением людей, как должно развиваться предприятие, как они будут жить в этом городе и на этом предприятии, и как будут жить их дети и их семьи. Вот все вот это вместе заставило меня сегодня приехать на эту пресс-конференцию, не дожидаясь официальных ответов от премьер-министра профильных министерств о том, состоится ли такое переподчинение или не состоится. Наш коллектив боится быть прижатым к стенке готовым решением, которое, возможно, повлияет не лучшим образом на все стороны нашей жизни. А вот какова причина из того, что вы видите, почему из министерства АПК вас переводят в министерство инфраструктуры? С чем это объясняется из тех источников, из которых вы узнали? Ну, опять же, по слухам, мы думаем и мы считаем, что хотят вернуть те схемы, коррупционные схемы, я не побоюсь этого слова, которые были введены на предприятии прежней властью. И что еще нас интересует, то, что наша новая сегодняшняя власть поставила новое руководство, которое сегодня работает на предприятии, и тут же сегодняшняя власть хочет нас кому-то куда-то передать. Для чего, почему и зачем? У нас сегодня не так много вопросов. Если мы не устраиваем министерство АПК, пусть приедет, пусть нам объяснят почему. Если министерство АПК не устраивает руководство Артем Соле, пусть объяснят почему, хотя они его сами и назначили. Продолжение следует...